Всем привет, ребята! Сегодня я хотел поговорить про режимы игры World of Counting Blitz и игроков, которые в них играют. Да, я не спорю, режимы они интересные, то есть хочется играть, хочется фаниться. Режимы у нас разные в игре, если стыдно, что режим гравитации, который на день к «Осмонавтике» врубали Мидгеймс, и вот режим возрождения, который я проиграл в первый раз. В принципе, всё как бы офигенно, новые режимы, что-то новенькое в игре, но самая такая ошибочка, которая, наверное, происходит у разработчиков, что они, во-первых, не выпускают обучение по игре, новые игроки и старые игроки, которые очень профессионально играют в нашу «любимую игру», в кавычках, они играют в этих режимах и прокачивают себе пульчики, фанятся, играют и всё в этом роде. Но самое дебильное, что происходит, после этих режимов в рандоме начинается полный пиздец, а начинается конкретный пиздец. Ну, во-первых, они и так очень профессионально играли, но после режимов поступает такой момент, что извилин вообще не остаётся, и они вообще просто не думают ничем, вообще ничем, и в рандоме очень много, очень чересчур появилось. Лично мне попадается в каждом бою, за мою команду, даже за противника команды, хоть у меня там 67% побед, да, там это у меня второй аккаунт, двинг, можно сказать, но суть в том, что попадаются 43%, 40%, 45%, они ничего в боях не делают, когда-то на них в принципе всё сделало возможно, и даже когда получается там 3 танка больше, ну, у нас, именно у союзников, 3 танка больше, да, а у них меньше, да, и по ХП вроде бы тоже, как выиграем всё равно, они умудряются каким-то образом проигрывать. И после этого боя я покажу вам бои, на СТ-шке я вот играл, да, на Рудике я играл, да, в принципе на любой СТ-шке я за где-то примерно 10 боёв, что ли, я 7 из них слил, 7 из них слил, и то, в принципе, они были, ну, не все результативные, потому что в некоторых я подгорал для того, чтобы мы проигрывали, тарелочка прилетела, когда-то редко не видел. Суть-то в том, то, что в каждом бою, в каждом бою слил, причём даже в режиме, в режиме, а если в режиме проигрываешь, до рождения получается, и в принципе ничего не получаешь, то, кроме большого набитого урона, который глазки радует твоей, типа, о, какой большой урон, и всё в этом вроде, да, но кредитов и опыта ты не очень много получаешь, там, в любом случае, надо выигрывать. То есть ты в каждом бою стараешься, ты что-то делаешь, в виде того, то, что там, ну, слива, турбослива, чтобы проиграла именно ты, ты наоборот стараешься, там, выиграть, да? Таких игроков большинство, и что с этим делать, непонятно, как бы, то есть, как разработчики это будут фиксить. В принципе, они это никак не будут фиксить, он почти там вообще подлагал, что-то там попрострял, воздухе завис. Я не знаю, это, в принципе, для них нереально, наверное, они нацелены на донат, донат. Многие жалуются на баланс, и всё в этом вроде, в принципе, баланс, как бы, да, он тоже хромает, он всегда будет хромать, потому что всегда из меня статистики танков, но сделали бы лучше как-нибудь ТТ, ТТ, там, допустим, парочку ТТ в той команде, парочку ДТ, а то происходит так, что из ТТ в одной команде полностью, в этой команде, уже это вообще не балансается, я просто же, есть что происходит. Не знаю, как это они собираются справлять. Да, можно в этих режимах офигенно пофармить, офигенно тунчисы выкачать, я не спорю, но после режимов начинается жопа, даже в этих же режимах, когда они происходят, когда заходишь в рандом, либо в тот же самый рейтинг, начинается полная жопа, начинается полная жопа, и ничего с этим, в принципе, не сделаешь. В туре, конечно, я не играл в режиме, у меня его нету, 4 800 на стрельну, на нём вроде как в режиме сложно настрелять. 4 800, сейчас я вам покажу бои, такие есть, ну вот у меня поражение, я тут ещё на М4 играл, на седьмой уровень я играл, на Е5 я тут играл. Частичное поражение, просто частичное, давайте зайдём к поражению, вот 2 800, да, 2 800 на стрельну, смотрим на команду, 43%, 49%, 54%, ладно, Тайпик 45%, 44%, 44%, в принципе, это не удивит никого, да, и также за другую команду, но они вроде как настреливают, то есть 43%, 53%, вот один, 42%, все, все ниже 50%, это, конечно, жопа. Я просто хотел сбить БЗ, и у меня так, можно сказать, практически в каждом бою, в каждом бою такая херня происходила, и просто БЗ хотел сбить. Убить, скрин я выведу, по-моему, на картинку, на видео, посмотрите, не зря я старался в БЗ, мы там упал 240 голды, вот, и так, просто каждый бой, каждый, каждый бой, вот победа, да, но в победе я вот ничего не сделал, образно говоря, да, настрела не было, тут у них, в принципе, команда такая подстыта, и вообще урона никакого нет, и мне попадаются такие игроки, и я, причем, ко всему не попадаю к своего уровня процента, можно сказать, да, или как там, ну, в принципе, 55, там, 58, ну, блин, зачастую оно переходит все границы, и как бы большинство из них 50% не достигает. А все это почему? Потому что нет обучающих видео, да, и после режима игроки играют как будто как в режиме, не думают головой, учатся на пролом, либо стоят на базе, как обычно, как оно происходит. Не знаю, как с этим бороться. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях, вот, поговорим, обсудим на эту тему, да, и... Ждите следующий видео, 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 выйдет оно завтра, выйдет оно завтра. Вот, всем, в принципе, спасибо за просмотр, иду, еще раз повторяю о комментариях по этому поводу, будем думать, думать, как, что. Ну, в принципе, это никак не решится разработчикам по барабану. Ладно, всем спасибо за просмотр, увидимся завтра, ребят. Всем пока-пока.